Первый шаг к добавлению бота в Блок Страйк Приветик всем, ребята, Кент и ПК на проводе И сегодня ваш Кент вам расскажет всё о новом обновлении в игре Блок Страйк Даже расскажу о пасхалке Но перед началом этого крутого видео Розыгрыш на одну тысячу БС голды Ребят, если вам нужна тысяча БС голды, чтобы подкрывать кейсики, чтобы выбить керамбиты и т.п. Вам, ребят, необходимо, первое, поставить лайк Во-вторых, ребята, вам необходимо написать хороший комментарий, а также оставить ваше ВК Ну и в-третьих, вам необходимо быть подписчиком моего канала И всё Ну что же, а мы начинаем смотреть моё видео Поехали! И первое, о чём я хотел бы сказать, это ребята добавили мачету Вы посмотрите, какая она огромезная Блин, это круто, мы все этого ждали, и это классно Однозначно, ребята, служит вашего лайка Напишите в комментариях, кто ждал Вот, пожалуйста, напишите в комментариях хэштег я ждал Также, добавили новую консольную команду на бота Ребят, пишем Show Player Model 1 И у нас появляется самый настоящий бот Но, есть один небольшой минус То, что он, ребята, к сожалению, ничего не умеет Но всё равно, это круто И, блин, это первый шаг К добавлению бота в блокстрайк Не знаю, как вам, но, как по мне Это очень классно, очень круто И я лично очень рад этому Ребят, это не кликбейт Это правда, можете сами зайти и проверить Честно говоря, я очень-очень сильно удивлен Ну, чтобы убрать этого бота, ребят Мы пишем ту же самую команду, только вместо единички Ноль То есть, Show Player Model 0 Блин, ну это классно, ребят Однозначно, вы обязаны за это поставить лайк Также, наконец-то добавили кнопочку Shift Ребят, я об этом говорил очень давно И эта кнопочка, вот видите, прям под моей вебкой Ребят, чтобы её добавить, вы заходите в настройки Дальше, управление И вот есть кнопочка Shift Вы просто нажимаете на галочку И всё, изи-бризи У вас, ребята, появляется кнопочка Shift И вы можете краситься Это очень полезная штука Особенно, если вы играете в клановые войны, как я Также добавили кастомизацию кнопок Ребят, просто нажимаете настройка кнопок в настройках И всё, вы можете настраивать кнопки, как хотите Двойным кликом на любую кнопку вы их будете увеличивать Ребят, это, наконец-то, это тоже настало Я очень рад, что начали добавлять действительно годные вещи И делать хорошее обновление Блин, это очень полезная штука Также добавили возможность настройки прицела Ребят, как по мне, это очень круто, очень полезно Ребят, можно убирать ненужные вам грани в прицеле Оставить вообще одну точку Или оставить, например, три грани, как я Видите, я оставил три грани Ну, блин, ну это тоже очень практично Особенно, если ты играешь в дуэлях и клановых войнах Ребят, я лично это обновление очень ценю И я буду это использовать Так что, ребят, кто тоже рад таким крутым обновлениям Ставьте огромный лайк Пожалуйста, ребят, поддержите меня вашим огромезным лайком Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу обновлений Рады ли вы или не рады Напишите вообще ваше мнение А также, пожалуйста, подпишитесь на мой канал Ну что же, с вами был ваш Кентапака Всем удачи и всем-всем пока Пока-пока Продолжение следует...